Даже когда мы освещали новости парламента, лучше остальных, когда у нас там был 15-летний корреспондент, самый юный корреспондент парламентский корреспондент в истории Кыргызстана, даже когда мы пытались проследовать правила сына президента, все равно в глазах общественности мы были неким таким несерьезным молодежным сайтом. Мурзилкой. Да? Мурзилкой. Ну, типа того, такой мурзилкой, но про политику там, ну как бы непонятно было. Но вот этот момент он стал решающим, потому что в какой-то момент только от нас люди зависели в плане получения информации. И посещаемость, естественно, очень сильно выросла, но даже не в этом суть была. Суть была в том, что нас стали воспринимать как серьезного медиа-игрока. Нас стали приглашать на гораздо большее количество мероприятий, и люди стали гораздо больше доверять нам в качестве источника информации. Я думаю, что, знаете, мы такой формат сделаем. Если у вас по ходу дела есть вопросы, в принципе, вы уже их начинаете задавать, то, я думаю, можно было бы уже, да, сейчас. Проникновение интернета большое вообще у вас в жителей было на то время? На то время не такое уж большое было, потому что мобильный интернет еще не был так разных. Ну, а дома? И дома он был, я думаю, особенно в регионах, мало у кого. У молодежи тоже. То есть, я думаю, что, да, это в основном были молодые ребята, и в основном это были люди, которые жили в столице в Бишкеке, а в Бишкеке живет одна, на тот момент, одна пятое население всей страны. Ну, а революцию делали в основном люди с доступом к интернету, который... Нет, я думаю, что нет. Я думаю, что скорее нет, чем да, потому что... То есть, хотя нашу революцию вторую, потому что еще была первая, а вторую революцию как бы причислили к этому списку интернет-революции, но мне кажется, это было как-то сделано слишком поспешно. Все-таки я думаю, что интернет в той революции сыграл минимальную роль. Куда большую роль сыграло то, что очень много людей, тем или иным образом, пострадали от рейдерских захватов семей Бакиевых. Если вам это интересно, я могу сказать, в чем фишка Кыргызстана. Я, с одной стороны, страшно рад был сюда, что у нас нет нефти. Это такой, знаете, подарок природы. Потому что в тех странах, где нефти много очень, там, соответственно, и власть становится гораздо более могущественной, как правило, особенно когда цены на них высокие. И власть очень легко заключает яйцо, потому что есть для этого очень много ресурсов. И в Казахстане, допустим, такая проблема, и в России такая проблема. И поэтому очень сложно на момент высоких цен на нефть очень сложно этой власти противостоять. Слишком много у нее ресурсов для того, чтобы заглушить любую оппозицию. А в Кыргызстане власть сама была бедная. И как бы в пределах страны, может быть, конечно, власть была богаче, но если сравнивать эту власть в Кыргызстане с властью в других странах, то она, конечно, была нищей по сравнению с ними. Поэтому, когда сын президента стал отбирать бизнес, то он опускался вплоть до того, что он отжимал кафешки. Серьезно, был случай с отжимом кафешки в Кыргызстане, в столице Кыргызстана, когда пришли люди президента и сказали, вот, ты нам дашь свою кафешку за посвешенную сумму денег. И в Кыргызстане такое невозможно представлять, чтобы там люди от президента приходили отжимать кафешки. То есть там речь идет о совсем других величинах. Поэтому там средний бизнес развивается намного лучше, потому что до какого-то порога ты можешь бизнесом заниматься, тебя трогать не будут. Я думаю, что в России тоже такая ситуация. То есть там разворовывание идет на каких-то космических уровнях. А в Кыргызстане все было на таком совершенно не смотре. Поэтому количество людей, которые в своей повседневной жизни ощущали вот это, оно как бы было намного больше, мне кажется, именно в процентном соотношении. И просто в какой-то момент настолько это далеко зашло, что люди были готовы идти, потому что их просто это достало очень сильно. Так вот, да. Интернет не был причастен настолько к революции, как это было год спустя в варамских странах. Но с другой стороны, это была первая революция, которая так хорошо в интернете освещалась. И мы как бы в этом исследовали большой вклад. С тех пор фишкой Клопа было именно то, что мы пытались всегда придумывать какие-то новые вещи, которых никто раньше не делал. Сейчас, секундочку. Я покажу лишь некоторые из, наверное, самых известных работ, которые делали наши молодые ребята. Ай, можно какую-нибудь воду, пожалуйста? А то что-то я чувствую, у меня голос теряется. Вот. И мы решили, что нам сложно из-за специфики нашего сайта конкурировать с ежедневными такими изданиями, которые публикуют по 100 новостей в день. Более того, мы решили, что мы не хотим такими быть. Потому что таких вот информагентств постсоветского образца, когда выходит очень много материалов типа в ленте, их так было довольно много. Но не хватало тех изданий, где выходило бы что-то крупноформатное, большое или экспериментальное. Экспериментировать СМИ в основном боялись страшно. У нас причина, почему мы могли себе позволить экспериментировать, была в том, что мы, в принципе, и были, и остаемся некоммерческим СМИ. А мы всегда отжили на жертвования и на гранты, и никогда этого не стеснялись. Другое дело, что мы, конечно, пытались сделать так, чтобы у нас были разные доноры, чтобы не зависли от кого-то одного. У нас всегда была очень строгая политика в том, чтобы доноры не влияли на наш контент. Но вот этот статус, он нам позволял безбоязвенно экспериментировать, потому что если даже что-то пойдет не так, ну, ничего страшного. Ну, а как иначе попробовать какой-то эксперимент? И это, конечно, нам давало очень большое преимущество в плане экспериментов перед другими СМИ. А корреспондентам молодым платили деньги за статьи, или повесочные, или делали это сами? Ой, я сейчас приду к этому. Сейчас корреспондентам молодыми история интересна, но давайте сейчас я закончу эту мысль, и потом я отвечу на ваш вопрос про то, как это встроены корреспонденты. Так вот, и когда-то мы были первыми экспериментаторами, кто максимально пытался использовать социальные сети для того, чтобы популяризовать контент на нашем сайте. Тогда, когда мало кто еще это делал, потому что, в принципе, социальные сети были совсем новым явлением. Но речь идет где-то о 2007-2008 годах. Поэтому сейчас, конечно, этим сложно удивить. В 2012 году мы решили построить свой первый дрон. И тогда слово «дрон» знали только в военном контексте. Поэтому люди немножко не поняли, что мы собираемся строить и зачем. Этот дрон, потому что таких коммерческих дронов, как здесь на экране, они что, не продавались, вот так вот в открытой продаже, мы построили свой дрон, что прикольно. Это меня удивило больше, чем то, что мы вообще задумали это делать. И он даже четыре раза летал, вот, и четыре раза разбивался. Потому что мы придумали все, кроме того, как его приземлять. Вот это оказалось самой сложной частью механизма. Он снял суммарно 15 минут видео в третьем и четвертом полете. А в четвертом полете он ударился об стенах. Вот. И мы не смогли его починить. Но в любом случае, мы все время вот так вот старались что-то придумывать такое новое, чего еще никто не делал. Потом мы просто купили дрон. Когда мы немножко замучились с нашим собственным дроном, который разбивался все время. И стали его уже использовать для чего-то более серьезного. Потому что, ну, когда дроны стали потом в стране появляться, это 2014 год, то, естественно, первое, что люди снимали на дроны, было красивая природа страны, которая действительно красивая. И, в принципе, я гитирую вас приезжать в Кыргызстан, потому что у нас очень красивые горы. И красивые озера горные и так далее. Вот. Но мы решили, что есть уже люди, кто это снимает, а мы будем сказать, что это другое на дроны. И вот, мне кажется, этот пример был одним из самых худших, в нашей истории. Поэтому я его люблю показывать всегда. Это этого года материал. Значит, Россия обещала построить гидроэлектростанцию в Кыргызстане. Вот. Россия любит обещать строить такие объекты в Кыргызстане. Вот. И они потратили 37 миллионов долларов вместе с нашим правительством. И не построили ничего. Точнее, что-то построили. И потом сказали, ой, вы знаете, проект не получается. Мы его сворачиваем. Мы такие, вау, интересно. 37 миллионов долларов, на что были потрачены же. И тогда мы решили отправить дрон туда, где была стройка. Серьезно? Да, интернет. Я не знаю, есть. Версовский был интернет. У нас служебцевский. У всех, кто меня пробовал, да? Да. Нет, просто все. Аккорд, полкорбинг, какой-то... Тоже... Тоже... Последний вопрос. Вот почему-то, да. Там видео-то не произойдет. Маленькая техническая фауа. Можно пока вопрос? Что-что? Вопрос можно? Да, да, давайте. Как вообще у вас там с пророссийскими и проевропейскими настроениями вот было во время революции? О, вот про революции. Удивительно, что не поддерживали этого вашего товарища путинский, кстати, или поддерживали. Какого именно товарища? Который уезжал в первую очередь. Знаете, Бакиев интересный персонаж такой. Дело в том, что его Россия очень не любила в какой-то время. Что он обещал... У нас было две авиабазы. У нас вообще была парадоксальная ситуация. В Кыргызстане была одновременно американская и российская авиабазы. И они были друг от друга на расстоянии 40 километров. А американская авиабаза была открыта после 11 сентября. И она использовала для того, чтобы доставлять грузы в Афганистан на американские авиабазы в Афганистане. Российскую авиабазу открыли, когда открылась американская авиабаза. Россия решила, что типа, о чём выяснишь, что нам тоже надо иметь авиабазу где-то там. И они так как-то сосуществовали, и это всех удивлялось. И всё прикольно было. Прилетать в Кыргызстан, в Пешкек, в аэропорту американская авиабаза, военная. А потом я ищу чуть дальше, там уже российский военный самолет. Так что если бы когда-нибудь началась война между этими странами, я даже не представляю, что в Кыргызстане было бы. Но потом Россия стала раздражать то, что американская авиабаза находится вообще в Кыргызстане. Она стала пытаться намекнуть, что мостник её надо как-то выгнать. А Киев тоже известным очень персонажем оказался. Потому что он сказал, что конечно не выгнём эту американскую авиабазу, как можно вот так, и уже в Афганистане всё заканчивает, они всё равно. И тогда Россия дала огромный просто грант Кыргызстану. И это был такой вот, очень через финт душами такая вот взятка за то, чтобы выбрать американскую авиабазу. По Киеву этот грант взял. И как раз тогда они создали вот это госведомство для своего сына, которое фактически контролировало все финансы страны. Потом, я так понимаю, как грант как раз вместе с ним убежал после революции. Вот. И вот потом, получив эти деньги, Па Киев вдруг сказал, мы авиабазу в общем, да, погоняем, типа, вместо неё будет центр транзитных перевозок. Всё-таки, а в чём разница? То есть они просто переименовали этот объект американский и сделали из него, и вместо авиабазы сделали центр транзитных перевозок. Всё, грузи сюда. Да, секундочку. Я тут кабель подключил. А, окей. Хорошо. Спит. Вот. И вот тогда россияне очень сильно рассердились и до сих пор очень много спекуляций на тему того, насколько была роль России в гавалюции 70-го года. Как минимум, россияне не стала вмешиваться, когда начала всю эволюцию. Хотя, по идее, могла бы, да? Вот. Ну, крайне силы в тот момент у неё на это были. Но она не стала вообще ничего делать, типа, пускай свернут Бакиеву. И даже на как-то бравые журналисты канала НТВ, которые всегда умеют очень вовремя начать про кого-то что-то расследовать, они про сына Бакиева вдруг начали делать очень много таких негативных материалов, независимых революций. Редкий случай, когда я был солидарен с журналистами НТВ. Очень редкий случай. А потом вдруг случаются революции, и тут же моментально меняется риторика российских слов, потому что они понимают, что они не могут, в принципе, подскорить себя поддержать революцию, так как это было бы не очень правильно. И начинаются, естественно, все эти суперпередёрганные рассказы, потому что Кыргызстан в огне. Вот. Такая же история была, в принципе, с украинской революцией, то есть когда очень-очень пью лично рассказывается о том, как всё плохо. Поэтому, да, у Киева как бы не были такие дружеские отношения с Россией, а потом Белоруссия. Первый президент России. Он тоже был с ГЭС. Возвращаясь к теме ГЭС. Так вот, значит, 37 миллионов долларов потрачены. Звука нет. Но звук не так важен. И что мы решили делать? Это был пример того, как мы скомбинировали съёмку с дрона вместе с теми данными, которые у нас были из открытых источников. Рекламу, наверное, надо закрыть. Тем более, какая-то непонятная. Вот. И из открытых источников мы узнали, сколько стоил каждый квадратный метр конкретно этого вахтового посолка для строителей. Это всё, что успели построить из такого довольно масштабного. Вот. И... А, да, пардон. СОМ это, короче, одна гривная — это три с половиной сома. Как это деньги ваши? Да. Не рыба. Вот. И более того, опять, используя съёмку дроновую, можно было гораздо лучше и нагляднее показать конкретно, на что именно были потрачены деньги на вот эту несостоявшуюся ГЭС. что более миллиона долларов потратили на эти две дороги. И, как бы, это очень выразительно вырыгнуло всё. И не только на этом вахтовом посёлке, там ещё было какое-то оборудование, вот вокруг, видите, там стоит, там стоит, на нём тоже ушли какие-то деньги, и потом в этом видео эти... 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 эти сегменты тоже будут показаны, сколько на них было денег потрачено. А где, собственно, велика, на которой ГЭС? Она где-то там рядом течёт, но на ней вообще ничего не построили. То есть ГЭС нет вообще. То есть никакой плотины, ничего, никаких работ подготовительных по постройке плотины тоже не было сделано. Но 37 миллионов долларов было спущено. Это варенную базу хотели построить, скорее всего. Я думаю, что там просто очень много денег было потрачено на что-то другое. И... Не получается? Ну ладно, бог с ним, у меня звука не так-то много, на самом деле. Вот. Это был... Разумеется, видео было только частью этого большого материала о том, как деньги были эти странным образом потрачены. То есть это всё, как вы видите, большое очень расследование, в котором были графики, показывающие, какие компании, заработавшие на этой стройке, принадлежали жёнам чиновников, например. А какие компании были зарегистрированы буквально за несколько дней до того, как был объявлен тендер в рамках вот этого строительства ГЭС. И потом шла, в принципе, подробная разливка о том, какая компания столько денег заработала из этих 37 миллионов долларов. И потом ещё бонусное видео о том, как исторически менялась риторика властей по отношению к этой ГЭС с начала проекта, когда всё так очень радужно было и оптимистично, в конце, когда они объявили о том, что ГЭС не будет. И мой самый любимый момент. Весь этот материал и всё это исследование делала 22-летняя журналистка. А это видео с дронами снимал 18-летний мальчик. Один из лучших наших выпускников и один из лучших операторов, которых мы взрослили в нашей школе журналистики. То есть я, как правило, примерно такое имею в виду, когда я говорю, насколько серьёзные темы освещают дети. Окей, 18-22 года — это уже не дети, но в любом случае молодые люди, которые обучаются в нашей школе журналистики. И мы с самого начала верили, что молодые люди способны на такое. И что вообще это классно, на самом деле, когда молодые люди начинают интересоваться в том числе политикой, когда молодые люди учатся стоять за себя, что им, несомненно, приходится делать, если они начинают освещать политику. Когда молодые люди знают, что из себя представляет права человека, потому что они непосредственно, во-первых, начинают свои права защищать в тех случаях, если на них пытаются посягать, либо они освещают что-то, где происходит нарушение прав человека. И мне кажется, вот этого очень сильно не хватало в культуре нашей страны очень многие годы. Ну понятно, что это было в том числе и из-за советской власти, где, в принципе, люди не могли пойти и спросить власти во многих ситуациях. Но даже после того, как Советский Союз распался, и мы получили независимость, и это стало возможно, все равно люди по инерции этого не делали. И так получилось, что то, что мы делали с молодыми ребятами, оно стало впоследствии играть, мне кажется, более широкую роль, чем просто обучение журналистики. Потому что далеко не все из них в итоге журналистами становились. Я думаю, что где-то процентов, может быть, только 20. Но остальные все, получив в подростковом возрасте этот потрясающий опыт, именно вот что-то вроде такого, опыт спрашивания с власти, опыт борьбы за свои права, потом в тех сферах, куда они шли, они это, я надеюсь, и я видел случаи, применяли, и как бы им это очень помогало. Если есть еще какие-то вопросы по ходу дела, то задавайте. А можно спросить преподавательский состав вашей школы, как мы его находили, откуда он брался врачи? Вопрос про преподавательский состав, и я обещал ответить на ваш вопрос о том, как устроено с оплатами. Как раз, мне кажется, все вместе в один комплекс опросов входит. И схема изначально была такой, что сначала курсы были бесплатными, но потом довольно скоро курсы стали платными. То есть как это все происходит? Приходят молодые люди, и обычно курс сам по себе, он длится только 3 месяца, в течение одного сезона. То есть летняя школа журналистики, потом сразу после нее идет осенняя школа, зимняя и так далее, осенняя. Вот в этих трех месяцах есть вот эта комбинированная программа с теорией и практикой сразу же. И в этом они платят. То есть, получается, авторы сайта платят сайту за то, чтобы иметь возможность публиковаться. Но на самом деле не просто за то, чтобы иметь возможность публиковаться, а за то, что их обучают. Им дают знания, им дают опыт, и преподавателями работают сами же редакторы сайта. И это очень важный момент. Первым был я. И мне приходилось поэтому писать слезные письма Анастасии Онегиной из Reuters, чтобы понять, как надо правильно преподавать. И вообще чему учить, потому что я сам ничего не знал. Но, с другой стороны, это был 2007 год, когда интернет-журналистика настолько была в зачаточном состоянии вообще в принципе. И знаний было в мире не очень много. То есть в любом случае я понимал, что нам придется экспериментировать. Нам придется что-то придумывать, изобретать. Поэтому, ну окей, мы не знаем, но и никто в мире не знает. КОНЕЦ ПОСЛИТВА И это все. И это все. И это все.